Всем привет! Вы на канале Поделки Самоделки, и с вами я, Таня. Поделюсь с вами забавными идеями, как сделать антистресс своими руками. Покажу целых пять способов разных антистрессов, которые можно сделать из подручных материалов, которые у всех есть дома. Ну и конечно не пропустим и трендовую игрушку поп-ит, она будет в виде сладкой и сочной клубнички. Ну что, как всегда ставь лайк и поехали! Для первого антистресса понадобится вот такая деталь, следующих размеров. Я использую плотную бумагу, похожую на картон. По начерченным линиям делаем сгибы. На помощь я беру линейку, чтобы все получилось легко и ровно. Посмотрите, все ли у вас верно, как у меня. Нанесем клей ПВА сначала на эти сложенные крылышки. И склеим с квадратами, получая уже похожую деталь на кубик. Затем вот эти детали приклеим. И останется только склеить верхнюю часть. Кубик готов! Для антистресса понадобится восемь таких кубиков. Складываем их по четыре, в два ряда. И небольшими кусочками скотча склеиваем по два кубика вместе. Первых склеиваем два верхних, горизонтально расположенных. И так чередуем до конца. Переворачиваем на бок и склеиваем два центральных кубика. Теперь перевернем на другую сторону. Но склеивать будем на этот раз по другой схеме. Приклеиваем скотч к двум вертикальным кубикам. Справа и слева, самые крайние которые. Еще раз переворачиваем на бок и склеиваем два центральных кубика вместе. Ну а теперь можешь развлекаться, складывая кубики. Попробуй! Я сделаю свои кубики более забавными и приклею к каждой стороне смешных смайликов. Их мне понадобится сорок восемь штук. Свои я распечатала, а вы можете их просто нарисовать. Так будет легче. Посмотрите сами, теперь наш антистресс смотрится намного круче и играть с ним будет веселее. Ведь смешные мордашки вас будут радовать и поднимут ваше настроение еще выше. Кому нравится такой бумажный антистресс, ставьте лайк. А я похоже уже зависла в нем. Второй антистресс мы сделаем из обычных воздушных шариков. Еще захватим красивый и блестящий декор. На цветном шарике мы проделаем отверстия, небольших размеров, штук шесть. Для такого дела лучше взять маленькие ножницы. Через отверстия и горлышко проденем прозрачный шарик. Так, чтобы он оказался внутри цветного. То, что нужно. Заливаем в него немного обычной воды, чистой. Засыпаем красивый декор и завязываем горлышко на узелок. Шариковый антистресс готов. Посмотрим его в действии. Сильно жмякаем шарик и вот что получается. Красота! А как приятно жмякать такую красоту, это нужно попробовать. Обязательно! Вот этот розовый шарик мне нравится больше, потому что для него я использовала блестки большого размера. Они смотрятся намного круче, как вы считаете. Немного залипательных моментов и продолжим. А между тем, у вас есть время поставить лайк и подписаться на канал, жмякнуть на колокольчик и смотреть дальше. Самодельные антистрессы своими руками, потому что впереди самое интересное. Для третьего антистресса возьмем что-то круглое и любой колпачок, который будет подходить по диаметру шарика. Красный фоамиран толщиной 2 мм и плойку для волос или утюг – все, чем можно разогреть фоамиран. Как только нагрели, прикладываем сверху шарика и накрываем все это дело колпачком. Пару секунд ждем и снимаем колпачок, получая суперскую пупырку для поп-ит антистресса. Шарик тоже вынимаем. Лучших пупырок я еще не видела. Обрезаем лишнее, оставляя небольшой край. Очень смешно почему-то смотрится, возможно только для меня. Иногда некоторые используют двойные пупырки, сложенные вместе, но мы этого делать с вами не будем и свои материалы сохраним. Для антистресс-попита нужно 18 пупырок и все красного цвета. В принципе можно разных цветов сделать, на ваше усмотрение. Поиграем в колпачки. Угадай, где спрятался шарик. Тут? Нет. Вот тут? Да, верно. Так что пупырки можно использовать не только для поп-ита. Из плотного картона делаем такой же шаблон, как у меня. Но прежде чем приклеивать все пупырки, мы перенесем его на красный фоамиран, дважды. Обведем все кружочки и контуры, обычным карандашом. Вырезаем, получая дырявые детали для поп-ита. Вот теперь можем приклеивать все пупырки, заполняя каждое отверстие на картонной заготовке. Супер, готово. С обратной стороны все аккуратно, мы же стараемся. Декорируем обе стороны, как я. Теперь нам нужно убрать некрасивый край, получившийся при склеивании. Для этого берем нужное количество полос из того же красного фоамирана. Тонкие полоски склеиваем, складывая пополам. А в широких складываем оба края к центру. Такой полоской мы обклеим по контуру, поп-ит клубнички. Вот так. Вместо фоамирана можно использовать картон или бумагу. А вот тонкие, отрезав нужной длины, приклеим между пупырками, с двух сторон, рядами. Сверху приклеим листву, имитируя настоящий и сочный фрукт. Антистресс поп-ит получился очень красивый и летний. А вы уже ели клубнику? Пишите в комментариях. А теперь послушаем, как он щелкает. Для четвертого антистресса используем пакет с замочком. И любой декор, который можно использовать. Я взяла сочную клубнику, ведь она такая вкусная, даже на картинке выглядит аппетитно. Обклеим ее с двух сторон скотчем, потому что у меня она бумажная. А затем вырежем. Еще нам понадобится вода и краситель, любого цвета. Я возьму желтый. Капнем капельку и размешаем. Желтый цвет с красной клубникой будет смотреться классно и контрастно. Перельем воду в пакетик. Туда же поместим в свободное плаванье соченькую клубничку. Закроем хорошенько пакет. И возьмем двухсторонний скотч. Приклеим его на самый край. Снимем защитный слой и склеим с другим краем вместе. Скользун готов. Как вы думаете, он похож на настоящий? Обязательно пишите в комментариях. Для следующей радужной бумажной игрушки, антистресс-трансформер, нам понадобится цветная бумага шести цветов. Вырезаем квадраты 9 на 9 сантиметров. По 6 штук, каждого цвета. Складываем квадрат пополам. Раскрываем и складываем еще раз пополам. У нас получились две пересекающиеся линии сгиба, которые нашли нам центр квадрата. Сложенный пополам квадрат мы кладем так, чтобы раскрывающая сторона была сверху. Далее правую и левую верхние углы сгибаем вниз к центральной линии сгиба. Получился треугольник. Переворачиваем деталь, как я и с этой стороны проделываем такие же действия, что и с обратной. Получится вот так. С одной стороны два раскрытых края, с другой один закрытый. Раскрываем его складывая деталь пополам, в другую сторону. Получая деталь похожую на флажок. Теперь нам понадобится линейка. Кладем ее к основе треугольника, как у меня. И отмеряем от нижнего треугольника в левую сторону верхнего 8 мм. И делаем сгиб, не убирая линейки. Еще раз хорошенько все прижмем. Переворачиваем и еще раз прижимаем. Уголки должны свободно сгибаться туда-сюда. Таким образом складываем все цветные квадраты. Я разложила в том порядке цвета, как буду собирать свой антистресс трансформер, чтобы ничего не перепутать. Начинаем собирать радужную змейку по деталям. Берем голубую, вкладываем в середину зеленую. Края голубой с двух сторон закрепляем к зеленой. Закладываем их в боковые кармашки. Таким образом мы закрепим все наши детали, складывая одна в одну, поочередно. Наша игрушка из бумаги будет просто шикарная, увидите сами. Делать ее легко, только нужно будет повозиться со складыванием деталей к ней. Но поверьте, она того стоит. Очень крутая и интересная, ваши друзья обязательно оценят ее. Мы собрали радужную змейку, которая прикольно извивается и сгибается в разные стороны. Можно соединить в кольцо, и при этом получить еще лучший антистресс, который поистине трансформер. Ну разве это не прелесть, яркий, красивый и забавный самодельный антистресс, который мы собрали своими руками. Еще он может делать вот так. С ним вам не придется скучать, это точно. Сгибай и развлекайся, получая интересные радужные фигуры. Теперь вы знаете целых пять идей, как сделать антистресс своими руками, выбери тот, который тебе понравился больше и напиши об этом в комментариях. Очень интересно, да и не забудь за него поставить лайк. Всем солнечного настроения, до следующего видео, друзья. Пока-пока.